Начнем выпуск с главных тем. К этому часу общий язык найден. Более 700 автозаправочных станций вышли из тени. За этот год выплачено налогов на 173 миллиона рублей. Об этом заявил глава Тагестана на встрече с руководителями заправок. Владимир Васильев также отметил, выросло и число трудоустроенных в три раза с начала 2018 года. Это уже более полутора тысяч работающих. Спасибо вам большое. Все и так знали, что их там работает больше, правильно? Но мы же за это платили еще и с бюджетом, понимаете, да? Как за безработного. Мы сегодня с вами имеем возможность развиваться в современных условиях, но мир развивается очень быстро. Мы видим, как не просто идет экономический процесс сейчас, да? Он отстает от политических и от тех потребностей, которые сегодня чувствует и президент, и страна, и наши жители, мы это тоже понимаем. Каждый из вас здесь присутствующий. Мы за это время попытались на одном участке попробовать отработать один пилотный проект. Представители АЗС заявили, что готовы работать открыто. Меморандум практически согласован с Владимиром Васильевым. Осталось только подписать специальные сертификаты. Главное, в чем собственники автозаправочных станций хотят быть уверенными, так это в честной конкуренции на рынке. Ведь по закону начали работать только основные из них. Остальные пока еще остаются в тени. Самый основной фактор – демпинг в республике. Больше у нас, как говорится, проблем нет. Все постижимо. Мы, в принципе, выполнили нормы пожарной безопасности, промышленной безопасности, нормы Роспотребнадзора выполняем. Можно сказать, на 90% сделали полностью всю работу. Но хотелось бы, чтобы такое же отношение было к другим игрокам. Данные АЗС, которые остались в тени, они просто не смогут себе позволить торговать по такой цене.